Новости на государственном телеканале Западной Армении. Главные темы дня. Вышел свет 41 номер еженедельника Вестерн Армения. Сыны Западной Армении Вороздат Казанчан. Жители сел, подвергшиеся демаркации границы, вталуши в нервозном состоянии и страхе. Новостной сайт Армения Викли акцентировал внимание на 104-й годовщине Северского пакта. Дер Сим сегодня. Азербайджанские СМИ напуганы исторической реальностью, которая тщательно скрывается и фальсифицируется властями. Мониторит купления, реставрации и восстановления памятников Сюникской области. Вышел свет 41 номер еженедельника Вестерн Армения. На обложке нового номера армянский ванский кот. Ванский кот выделяется своим уникальным внешним видом и характером. Порода известна своим белым мехом и глазами разного цвета. Один голубой, другой желтый или янтарный. Ванские коты также славятся своей привязанностью и активностью. В новом номере еженедельника Вашему вниманию представляем встреча в формате Zoom, посвященная 104-й годовщине независимости Килике. Что могло бы случиться, если бы не произошел совершенный против армян геноцид? В Западной Армении остров Ахтамар, монастырь Варагаванг. Ванские коты в Западной Армении находятся под угрозой исчезновения. Мысли о возвращении после Артаганна. Всемирный день коренных народов. Статья профессора К. Воскаре, Венеции, как Баку стирает армянскую культуру. Экспонаты времен Ванского царства в музее археологии и этнографии Карса. Кости, найденные в Амасии, предположительно принадлежат армянам. Восточная Армения в авторитетном издании Lonely Planet. Еженедельник Вестерн Армения дает читателям возможность глубже понять значимость армянского наследия и опасности, которые угрожают нашим культурным ценностям. Это важный шаг к сохранению нашей истории и идентичности, напоминая, что наши культурные корни важны не только для нашего прошлого, но и для будущего. Сыны Западной Армении Вараздат Казанчан. Вараздат Казанчан – основатель современной пластической хирургии. Совершил революцию в области пластических хирургии. Новаторские использования медицинских технологий для избавления пациентов от дефектов внешности и для реконструкции лиц после травм принесло ему славу еще при жизни. Казанчана помнят как одного из первопроходцев этой сферы. Выжив во время хамидийской резни в Западной Армении, Казанчан перебрался в Соединенные Штаты. Далее поступил в гарвардскую зуброврачебную школу и вскоре заявил о себе как о талантливом челюстно-лицевом хирургии. Настоящая известность пришла к нему во время Первой мировой войны, когда его направили во Францию в составе гарвардской группы ортопедов. Прооперировав более 3000 случаев с боевыми травмами лица, Казанчана стали называть чудом Западного фронта. За его усилия по спасению солдат Антанты, король Великобритании Геворг V наградил Казанчана орденами Святого Михаила и Святого Георгия. После Первой мировой войны Казанчан вернулся в Гарвардский университет, чтобы закончить медицинское образование. Занялся пластической хирургией, которая тогда только начала развиваться. Казанчан стал первым профессором пластической хирургии Гарвардской медицинской школы. За свою карьеру опубликовал более 150 научных статей. Получил множество наград от коллег и профессиональных сообществ, таких как Американское сообщество пластической и восстановительной хирургии. Зинбуд Фрейд, которому Казанчан сделал протез для пострадавшей от рака челюсти, назвал его волшебником. В селах Тавужской области, подвергшейся демаркации, международная кризисная группа провела исследование, сделав вывод. Люди в нервозном состоянии и страхе. Эксперт группы по вопросам Южного Кавказа Олеся Вартанян сообщила о затюнтюн следующее. Даже в соседних селах, где демаркация границ не осуществлялась, жители обеспокоены тем, что будет завтра и что их ждет в будущем. Вопросов много, ответов мало. Новостной сайт Armenian Weekly в последнее время уделяет особое внимание Северскому пакту, подчеркивая его историческое значение и невыполненные обещания независимой Армении. В статье акцентируется внимание на поддержке американских политических и религиозных лидеров от моря до моря для Армении 1919 года. Сайт призывает современных американцев помнить об этом обязательстве и задуматься о сохраняющейся актуальности пакта. Необходимо, чтобы армянский народ напомнил нынешнему президенту народу, церквям, губернаторам и университетам Америки о справедливом требовании и поддержке их предшественников в марте 1919 года по созданию объединенной свободной и независимой Армении от моря до моря, что было требованием американских религиозных государственных и университетских лидеров Америки. В 1919 году адресованную президенту Вудро Вильсину петицию поддержали 85 епископов американских церквей, 40 губернаторов и руководителей 250 престижных университетов. Петиция также включала карту Армении, на которой изображена Армения от моря до моря с площадью 133 289 квадратных миль. Данная карта основывалась на важных дипломатических решениях XIX века, которые подтверждали границы Турции и Западной Армении. Интересы самого слабого также священны, как и интересы самого могущественного, сказал президент Вудро Вильсон 27 сентября 1918 года в Метрополитен Нью-Йорк-Опере. Преамбула петиции, адресованный президенту Вудро Вильсону, призывает его применить свое влияние, чтобы обеспечить создание независимой Армении, которая включает в себя шесть армянских филоэтов, Киликию, Приморские районы Трапзона, также территории Российской и Персидской Армении. В марте 1919 года американская комиссия под руководством Джеймса Джерарда обратилась к президенту Вудро Вильсону с требованием создания свободной независимой Армении от моря до моря. Дарсим, ныне Тунджели, исторически находился на территории Западной Армении. До совершенного против армян геноцида 1915 года регион был одним из центров армянского населения. С армянскими церквями и культурным наследием. Несмотря на трагические события начала XX века, которые привели к уничтожению или изгнанию большинства коренных армян, армянская история и культурное наследие продолжают играть значительную роль в Дарсиме. Сегодня в Дарсиме в основном проживают армяне и курды-алавиты, продолжая бороться за свои права и сохранение культурного наследия. Армяне и Дарсиме в основном остаются скрытыми или адаптированными. Однако в последние годы наблюдается рост интереса к восстановлению и сохранению их исторического наследия. В последнее время некоторые семьи курдов-алавитов начали восстанавливать свою армянскую идентичность, ремонтируя армянские церкви, участвуя в религиозных опрядах. Община очень мала и сталкивается с значительными трудностями. Однако интерес к армянскому культурному наследию возрождается. Дарсим продолжает нести следы своей исторической травмы. Армянский народ продолжает бороться за признание своей истории и права. В азербайджанской прессе уже несколько дней циркулирует информация, что якобы в офисе Рубена Вартаняна в Степанакерте был обнаружен атлас на Хадживана, изданный Фондом изучения армянской архитектуры в 2012 году. Согласно азербайджанским СМИ, этот атлас является фальсификацией и представляет собой территориальные претензии к Азербайджану. В ответ на распространяемую ложную пропаганду администрация Фонда изучения армянской архитектуры заявляет, что все исторические карты в атласе являются подлинными, а созданные специалистом по памятникам Самвелом Карапетяна карты о национальных памятниках, учебных заведениях, христианских и мусульманских памятниках имеют соответствующие обоснования. Считаем необходимым отметить, карты памятников были подготовлены с академической добросовестностью, где указаны не только армянские, но и мусульманские памятники. Азербайджанские свистства массовой информации испугались исторической реальности, которая на протяжении многих лет тщательно скрывалась и искажалась властями Азербайджана. Задокументированная информация о христианских памятниках полностью раскрывает государственный вандолит со стороны Азербайджана, в результате которого в течение последних десятилетий были полностью уничтожены армянские религиозные сожжения и надгробные памятники региона, включая всемирно известные кладбища в Старом Джука. Сотрудники Министерства образования, науки, культуры и спорта в Восточной Армении и служба историко-культурных музеев-заповедников и охраны исторической среды посетили Сюникскую область, чтобы обсудить на месте процесс и проблемы укрепления, реставрации и восстановления памятников, также и возникшие проблемы. Из Министерства сообщает, в монастырском комплексе Воронт-Наванг, в селе Вагатин с предводителем Сюникской епархии и духовным пастырем Горийского региона были обсуждены поврежденные перекрытия комплекса, благоустройство территории и другие вопросы. В Воронт-Наберти, который упоминается еще в V веке, в селе Ворот-Тан были рассмотрены возможные раскопки, дорога крепости и прочие вопросы. Также обсуждена необходимость восстановления поврежденных участков моста Мелик-Танга, расположенного на прилегающей крепости территории. На территории памятника в селе Агиту рассмотрены вопросы возможного удаления газовых труб и сооружений, нарушающих визуальное восприятие памятника. Также благоустройство территории. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok